Я все время когда встречалась с мужчиной, я говорила, не надо спать со мной, пожалуйста. А почему? Не надо. Потом ты захочешь нам не жениться. Я Лариса Гузеева. Это Давай Поженися. Добрый вечер. Сегодня у нас три жениха. Максим, Андрей и Алексей. А невеста у нас Вера. Ой, какая вы красавица. Проходите. Вера, 34 года. Ее первого мужа испортили деньги, а второго их отсутствие. Вера по образованию ветеринарный врач, но зарабатывает на жизнь тем, что шьет игрушки на заказ. Увлекается рыбалкой, ходит в лес за грибами и не представляет свою жизнь без любимых собак. Гордится мамой и детьми, мечтает иметь свой личный счет в банке. Вера не заинтересуется экономным мужчиной с материальными или жилищными проблемами. Выйдет замуж за хорошего семьянина, который любит животных и никогда не подводит людей. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Рады вас видеть. Как вы похожи на маму. Просто одно лицо. Есть, да. Коняшки такие у нас красивые. Да, это я вот хотела вам выразить. Мне правда. Да, цветочки у нас красивые. Небольшие. Давай. Вот, это я сама сделала. Девочки, девочки, помочь его. Подкупают, так сказать. Подкупают, да. Смотрите, это игрушка, которую она сделала, наверное. Симпатичная, да? Я буду теперь с этой коняшкой спать, если меня дочка не отберет. Спать, спать обязательно. Я буду с ней спать. Спасибо, девочка. Верочка, я тоже раньше думала, что деньги людей портят. Но вот, находясь с Розочкой 7 лет, я в этом разубедилась. Ну, посмотрите, ну, посмотрите, с каждым годом все краше и краше. А ваш муж, я так понимаю, от денег не эволюционировал, а даже наоборот? Деградировал. Деградировал, да. Расскажите. Как бы бич, мне кажется, многих мужчин. То есть вы выходили замуж за ровню? Да, я выходила за ровню, да. Сколько лет было вы? Мне было 17 лет. У вас вообще была интересная история? Да, я с 14 лет с ним начала встречаться. Хорошая дочка, объемная. Мне нравится. Объемы тебе нравятся? Мне нравится вообще вот этот 3D. У нас была очень красивая история. У нас была действительно такая любовь красивая. Он ушел в армию, я его дожидалась. Это потрясающе. Я его дождалась, я вот прям вот от и до дождалась, да. Он пришел из армии, мы сыграли свадьбу. В наше время ждать мальчика из армии. Да, у меня вот такая вот любовь была. Ну как, Андрей? У тебя не жим-жим? Не, все люкс. Нормально. Ну, ваша мама находилась далеко от вас? Нет, она сначала... Мы сыграли свадьбу, так как нужно было разрешение в 17 лет, потому что раньше расписывали только до достижения 18-летнего возраста. Вот. И она расписалась... Мы расписались, получилось так, что она уехала в Америку, потому что у нее произошел такой кризис среднего возраста, скажем так, как это любой женщина бывает. Она уехала в Америку. Это не климакс. Это кризис среднего возраста. Вот, и как бы я ее поняла, мне было 17 лет, вот. Я ее поняла, говорю, мам, езжай, конечно, потому что... Ну и потом, Маш, наверное, нет хорошей жизни, правда? Ну, конечно, была перестройка, это 90-е годы. И вы там тоже лихо-то хлебнули, начиная от уборщицы, да, и заканчивая чем? Фотомоделью. Почему мама одна приехала? Где ее... Где папа? Американец. Ну так и что же с вашим Ромео-то не сложилось? Ну что, деньги, деньги, деньги не сложилось с моим Ромео. То есть он стал зарабатывать? Он стал зарабатывать, стал заниматься строительством загородных домов. В один момент это очень большие деньги. И понял, что вы не так хороши, с тобой не так молоды. Я просто понял, что он король. Он пришел, сказал, я говорю, Саш, ты что? Говорит, я собираю вещи, ухожу, вы мне надоели. Мне надоело это все. Тяжело переживали развод? Тяжело переживала, но как бы он потом появился. Когда сыну было уже 9 лет, он позвонил. А его прабабушка оставила квартиру Дани, ну, моему старшему сыну. Это вообще история просто. И он 9 лет звонит, он говорит, алло. Я говорю, алло. Ну как дела? Ты не хочешь, говорит, Даню выписать к себе? При этом будучи очень небедным человеком? Да, я говорю, а в чем проблема? Я говорю, дали в новостройке, снесли эти пятиэтажки, дали хорошую двухкомнатную квартиру, большую. Она ожиданная. Я говорю, Саш, почему? А потому что. Он мне сказал, потому что. Я говорю, хорошо. Я говорю, тогда ты от него сразу откажись уже. Я говорю, потому что ты ничего не делаешь для него. Я говорю, все. Да, где, что надо подписать? И он продал за квадратные мета. Через два часа мы у нас дарился, встретились? Да. Подождите, вы хотите сказать, что вы отдали двухкомнатную квартиру вашего ребенка за подпись отца, чтобы он не претендовал, что ли, на сына? Я ему отдала, я его выписала тут же, потому что у меня были проблемы, я объясню. У меня на протяжении 9 лет были проблемы с выездом ребенка, потому что человека я не могу найти. Я вас понимаю, я знаю, я через это проходила. Мне нужны печати. А он еще кабинился, а нужно было его через наторию. Нужно через милицию теперь. Я была матерью-одиночкой, я брала эти разрешения на выезд, я знаю, что это такое. Но отдавать квадратные мета надо было мозг приключить, как-то по-другому. Лучше он нотариусу отдать, в конце концов. Можно как-то разделить было, распилить. Вы свою гордость показали. Вот вы какая крутая, вот я вам на тебе. Ну да, все люди разные. Скажите, пожалуйста, Вер, а вы за второго вышли замуж по любви? Я влюбилась, можно так сказать. Можно так сказать, я в нем увидела, может быть, ну это была влюбленность. Любилась и забеременела. Я очень хотела ребенка, да, я очень хотела ребенка второго. Очень хотела, потому что я люблю детей, я люблю вот эту семейную жизнь. Да, я люблю классика жанра. Я люблю стоять в плите, готовить, борщи, заниматься хозяйством. И при этом бы стихка беременела все время. Еще это вяжется, слово не скажет. Я люблю, это мое. Я вот свое гнездо вот так вот. А грудь у вас своя? Моя, свое, да. Не в мамку явно. А в бабушку. У мамки тоже не С2С. Мамка двораду уже отрезала мамку. Убавляли мамку? Да, да. Слушайте, ну вы шикарная. Не секрет, сколько вам лет? Столько же, сколько и вам. Правда, ну вы выглядите восхитительная. Потрясающе. Потрясающе. Ну я знаю, что у вас, Мария, была жизнь так била ключом, что просто вы такая, а не на первом канале будет скатана. Моя передачи не хватит. Да. То есть папки не было, я так понимаю. Папок было много. Не было. А сколько официальных пап было у вас? Семь. А неофициальных? Семь. Неофициальных это... А неофициальных столько, сколько у тебя? Звезд на них. Да, девочки, не всем везет. Мария. У меня как бы не было проблем никогда в этом плане, потому что я все время, когда встречалась с мужчиной, я говорила, не надо спать со мной, пожалуйста. Как, почему? Я говорю, не надо. Потом ты захочешь на мне жениться. У вас даже был в возлюбленных или в мужьях? Влад Дворжецкий, по-моему, да? Это первый мой любимый был. Но дочка не от любого? Нет. И он был на 20 лет меня старше, и у нас была несчастная любовь, которая закончилась его смертью. Вот так вот. Вот так получилось. Ну, то есть в жизни присутствовала красота? Отношения, я имею в виду? Да, это было очень красиво, и ухаживала он за мной очень красиво. Макс, и как мы сейчас выйдем, что нам нужно? Уложить маму? Кстати, да, надо понравиться маме. Так, мы сейчас очаровываем маму. Значит, из-за второго замуж не вышли, но ребеночка родили. Да, он мне все обещаниями. Все обещаниями. А что обещал-то? Обещания, что... Ну как, я подарю тебе звезду, а я в это время кастрюлю драю. Он, я подарю тебе звезду, я все жду. А из-за того, что я просто родила ребенка, да, я немножко в ребенка, конечно, окунулась, мне было не до него. Приносит, приносит, не приносит, не приносит. Прошло как бы два года, и я уже как бы перья свои встряхнула после этих родов, после всего недосыпа и тому подобное. Естественно, я села просто на кухне, думаю, а, и началось еще, гулянки начались у нас. Вот это самое главное. И я так села в один прекрасный момент вот так вот. Взяла, по-моему, и пакеты большие, собрала все вещи, которые были, их выставила. Он их, причем, обратно закидывал в квартиру. Говорит, я не уйду. Я говорю, что? Пошел, я говорю, отсюда, чтобы тебя не видел. У меня ребенок, я говорю, нет у тебя ничего, иди, я говорю, сопли жуй. Да, а добило вас, конечно, вот то, что он гулял. Нет, конечно, потому что это наглость. Это наглость, я говорю, ты вообще совести, я говорю, ноль. Живет на ваши деньги, ест, пьет на вашей территории, ты еди грузчиком, ты на молоко ребенку заработай. На памперсе просто хотя бы банально. Нет, ну, реально, когда мужику надо, все вы это знаете. Да, мамка, конечно. Он прилетит вообще с другого места, он свернет горы. А надо когда? Когда надо? Тут все, конечно, зависит от нас, потому что мы, когда любим, говорим, отдохни, правда, ну что ты, ну давай, я тебе, я сама, Роза, да ты такая же, сидит, вот улыбается. Ой, Тамара, может быть, тебе такая история незнакома, но, может, я прямо про меня развязываю. За барчики русских женщин. На самом деле, эта история знакома. Чем больше ты отдаешь мужчине, чем больше ты его любишь, у вас Белая Луна в седьмом доме, она говорит о том, что в браке вам всегда будет вести, в мужчинах, все хотят за вас, ну, скажем так, замуж. Да, она, она, она говорила про все хотят за вас замуж. Да, она, она, она. Прекрасная, прекрасная оговорка. Вы очень теплая, уютная. Вы делаете из любимого ребенка, и вы его окутываете таким вниманием, такой лаской, такой заботой, что он даже, если он до этого ворвал подметки, понимаете, вот он опускается вот в это ваше кресло, ему уже ничего не надо. Он, ему хорошо. То есть, вот так сказать, то, что она дает, это ее личный показатель. Уютный дом, понимаете, прекрасное отношение именно мужчины для дома. А что, ей теперь перевернуться надо, чтобы эта Луна туда, никуда, не туда шла. И поэтому для этого должен быть очень сильный мужик, жаждущий работать, который... А, трудоголик. Трудоголик, кроме этого, ей нужно, чтобы он был чувствительный, нежный. А ты со мной. Да, я со мной. Так не бывает. Трудоголик и чувствительный, но тогда работы не будет. Бывает, бывает. А когда же мы будем контакты налаживать? А ты скажи, мне некогда, я работаю. Если я все время на работе буду. Слушай, у меня двое детей, она уже контакты наладила. Проходите, знакомьтесь с первым днем. Вера, давай. Вера. Все, пошла. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Это вам. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Максим. 40 лет. Частный психолог. Занимается йогой, катается на сноуборде, увлекается театром. Мечтает объездить весь мир. Гордится тем, что покорил Эльбрус. Предупреждает, что любит поспать. Максим понял, что напрасно тратит время на свою избранницу после того, как полностью потерял слух. Надеется, что с верой он потеряет голову от любви. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Я правильно поняла, после того, как вы потеряли слух, вы прозрели? Потому что именно в этот момент поняли, что женщина, которая рядом с вами, она не ваша, вам не по пути. Совершенно верно. Что там произошло-то? Ну, мне показалось, что потеря слуха связана с какой-то, возможно, заболеванием мозга. Мне показалось, что у меня опухоль или еще что-то. И я почувствовал, что осталось совсем недолго. И в этот момент я подумал о том... Сколько лет было? Мне? Мне 38. Было на тот момент? Да. Я подумал о том, чем бы мне хотелось заняться в оставшееся время. И первое, что мне пришло в голову, это расстаться с человеком, с которым уже ничего не связывает. Мне не нравится его взгляд. Он такой вот, знаешь, взгляд комсомольского лидера. Глазки такие без блеска. Но она была замужем, она была вашей любовницей. Ну, на тот момент она уже развелась. У нас был совместный бизнес. Но, честно говоря, вот слишком запутанные отношения, дела не шли ни в личной сфере, ни в бизнесе. Да, то есть вот и... Ну, потом, когда вы поняли, что никакой вашей страшной болезни в голове не существует, просто мамка не научила мыть уши вовремя, и что? Что вы будете жить долго и счастливо? Я начал жить долго и счастливо. Да не будет у нее, я сразу вижу. Когда же он будет зарабатывать много денег, если он будет все время ездить? Разные люди. Вам 40 лет, вы не были женаты, у вас нет детей. И что? У меня еще все впереди. А как так получилось? Ну, не сложилось. Очень много вопросов просто к людям, которые до 40 лет не имеют никакого прошлого. Вы знаете, вот те люди, которые пережили 90-е годы, ну, у них в принципе в судьбе не все гладко. Я очень многих консультирую. А у вас? А вы прям такой практикующий психолог? Да, и у меня... И у вас большая клиентура? Ну, за 7 лет я около 10 тысяч клиентов. А вы, если это... А вы дорогой психолог? Ваша консультация сколько стоит? Консультация, разовая консультация, 5 тысяч. А, ну, значит... Неплохо. Очень неплохо. Вообще, что она с ним будет делать? Там умри все живое вокруг. Просто она фонтанирует, а он вот этим своим спокойствием ее вниз, вниз просто... И сколько лет уже практикуете? 7 лет. А образование какое у вас? Первое образование высшее техническое, второе психологическое. А вот женщины, которые рядом с вами, они не ваши пациенты? Клиентки или коллеги? Ну, мы в разных сферах жизни пересекались. Ирина, Ирина мой стилист, Илария... Ой, у психолога стилист есть? Ну, а почему бы и нет? Зачем 40-летнему мужчине стилисту? Нет, зачем ему женщину, если у него есть стилист? Это другой вопрос. Что у вас сегодня есть просто, Максим? Потому что девушка с... Нищеброд не нужный. Нет. Девушка сытая, из-под хорошей мамки. Это я. Теща. Теща, это я. Содержание. Ну, как я вам? Максим, содержание. Я сканирую пока. Максим, содержание в месяц жены сколько будете давать? Ну, смотря какая женщина. Ну, вот же сидит, мы же про нее говорим. На самом деле, знаете, мужчине, в принципе, в жизни мало что надо. Так, он демоков. Его финансовый доход определяет та женщина, которая рядом с ним. Давайте так. У вас есть домработица? Я просто сейчас попытаю это все на вскидку, Роза быстро почитаю. Домработница есть? Приходящая или раз в неделю? Приходящая. Няня? Одна или две вдвое детей? Одна. А у меня старший уже вырос. Под няней. Да. Значит, няня домработница. Вы работаете сейчас? Не работаете. Нет, я игрушки делаю. А это столько на игрушках зарабатываете, да? Такие дорогие игрушки? У меня нет, у меня маму есть и папу есть. А, абсолютно. Да, теперь скажите, сколько раз посещаете в неделю салон, либо к вам приходят на дом? Ну, раз в неделю точно. Раз в неделю, да. Раз в неделю приходят. Ну, сколько раз в год ездите отдыха, куда предпочтаете? Два. Два раза. На море, наверное, да? Естественно. Летаете бизнес или экономом? Стараемся бизнесом. Стараетесь бизнесом? Живете не ниже, скольки звезд в отеле? Четыре-пять. Пять вообще обычно. Все. Понятно, Роза, я даже могу без столбика. Да. Я посчитала. Ну, как минимум, тысяча, сто тысяч в месяц, ну и там... Долларов? Я пока по рублям, это мелочевка самая. Есть такие? Ура! Прекрасно. Ура! Меркантильность этих двух барышей, невесты и мамы, как-то вообще. Деньги, 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 деньги. Вы знаете, что у вас есть три бонуса? Свидание на Едине, скелет в шкафу и семейная традиция. Что выбираете? Свидание на Едине. Пожалуйста, проходите. А, можно я пойду? Да. Можно, да? Можно? А вы вдвоем, да? А что, тещенька, идите, прощупайте. Да, можно, пожалуйста. Идите, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, тещенька, конечно, выглядит... Маму! Маму, забирайте! Не, 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 не! Класс! Не тебе целлюлита, не себе чего. Так. Ну, давай, тетёк. Ой, вы прекрасно выглядите. Рассказывай. О чём? О чём будем говорить? Так, во-первых, забыла, как тебя зовут. Меня зовут Максим. О, Максим, отлично имя. Мне очень нравится твоё имя. А вас как? Маша? А, Мария Анатольевна. Мария Анатольевна? Я же тёща, да. Ну, хорошо. Мамочка часто бывает у вас? Мамочка? Ну, мы каждый день. В каком плане часто бывает? Ну, вы же сказали, каждый день. В любом плане. Общаемся каждый день. Не успела она доехать, у меня папа говорит. Ты только от неё приехала, чтобы опять на телефоне. А папа, это как, подождите, это её последний муж? Да, да. Ну, он для меня, он для меня, да. А сколько лет он воспитывал? Со скольки лет вас воспитывал? Ой, он меня, наверное, по-моему, с 13 или с 14. Но они три раза официально у них брак расторгнут, опять туда-сюда. Кто из вас от кого ушёл? Я ушёл. Ты ушёл? Ты её бросил? Ты её не любил? Случается так. А сколько лет вы прожили вот так? Месте мы прожили, ну, около пяти лет. Ну, у неё кто-то появился? Нет. Честно? Нет, честно. У тебя кто-то появился? Тоже никого не появился. Просто вот угасло всё. Значит, вы не устраивали друг друга в постели. Вот и всё. Согласен. Подруг много? Нет. Почему? Нет, ну всё, достаточно. Я в своей жизни уже этих подруг наелась. А что было? У меня есть выборочно. Кто про предательство было? Расскажите быстренько, пока, мамы. Ну, очень много грязи. Ну, даже тот же самый мой первый муж, да, который вот, я узнаю там, вот, когда вот начал гулять, была у меня подружка, которая, я привалкивалась, рассказывала всё, мама говорит, Вера, не надо, ну не надо. Лучшая подружка подружка. Она уже в Египте там с ним улетела. С его другом с таким-то там. Ну, как сказать, не она с ним, а параллельно. У нас ничего не было. Да, я надеюсь. У нас ничего не было. У нас ничего не было. Проходите. Скажите, пожалуйста, если у вас есть, Максим, сюрприз, то вы можете сразу его показать. Вы знаете, ну, поскольку я психолог, я считаю, что самое главное в жизни это не деньги, в общем-то, не статус какой-то, а это именно состояние, из которого всё проистекает. Состояние. И я считаю, что женщина должна себя чувствовать королевой. Я хочу подарить Вере состояние королевы. Вера, ты будешь? Он мне так не нравится. Вера, не выбирай этого юношу. В первую очередь королеве что необходимо? Это корона. Пусть будет корона у нас Ирина. Потом у королевы есть свита. Да, в первую очередь она необходима, чтобы была. И вера у нас такая прямо волшебная, сказочная. Пусть это у нас будут ангелы или эльфы. И что нужно королеве? Это... Кольцо, бриллиант, карат. А лучше этот... Кольцо, бриллиант, карат. Это какая передача? Может, мы перепутали программу? Она думает, что королеве нужны эльфы. А вот и она уверена, что королеве нужны деньги. Ну, так. А конь? А конь-то где? Белый. Парковали. А конь будет потом. Ага. Пусть искажен твой лик прелестный изгибом бешеных бровей. Твой взор вонзается живей. И хоть не ангел ты небесный, люблю тебя, безумно, страсть. Тебя, свободу страстных оргий, как жрец предыдалом восторги, перед тобой хочу упасть. Твой свет твой, жар, целят меня. Я знаю счастье в этом мире. В моей безрадостной Сибири. Ты вспышка яркого огня. Спасибо большое. Спасибо. 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 Проходите в свою комнату. Спасибо. Как вам понравился Максим? Максим, ну такой психолог интересный. Я не знаю, у меня образование психологии тоже есть второе, но вот я ничего в этом не понимаю. Но то, что он совершенно, мне кажется, такой более спокойный. Понимаете, если битые мужьями доярки устроить вот такую вот корону из шевеляющихся пальцев и прочитать стихотворение, назвав вас Жанной, Ритой, Зинаидой, может быть, она и похихикает, и может быть, ей понравится, но это всяко лучше, чем Василий тракторист, и ее каждый день лупцует. Но когда видит, что стоит такая сытая барышня, которая через многое прошла, которая всякое разное видела, при такой маме, ну мне сюрприз показался какой-то художественной самодеятельностью для даже не знаю чего. Клуб Цурюб прямукомольной техникой, понимаете? А чем тогда, если она сытая, чем ты тогда ее должен удивить? Она козерог, он рак. Это абсолютно другая энергетическая структура «я». То есть, так сказать, у вас одни требования внешние к жизни, у него другие. Он более скрыт, он более в себе, скажем так, вот, чем вы, да? И поэтому здесь есть полная противоположность именно физического восприятия. Сначала это может быть притяжение романтическое, а потом полное отторжение. Но что касается вот входа в семью, вы знаете, этот человек, как никто, может легко войти в семью и создать именно вот такую общую семейную атмосферу брака, при всем при том, что это полная противоположность. Понимаете? Проходите, знакомьтесь со вторым женихом. Привет. Привет. Приятно, неожиданно. Да. Я Андрей. Неожиданно, приятно. Я Вера. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Андрей, 35 лет. Индивидуальный предприниматель в сфере автомотоспорта. Главный тренер детской и юношеской команды по картингу. Увлекается экстремальными видами спорта. Мечтает сесть за штурвал сверхзвукового самолета. Гордится сыном. Семейная жизнь Андрея дала трещину после того, как его жена вышла на работу после декретного отпуска. Надеется, что Вере можно доверять. Андрей, а что же случилось такого после того, как ваша жена вышла из декретного отпуска? Ничего такого серьезного не случилось. Ну, скорее всего, начались какие-то, может быть, проблемы, когда появляется ребенок. Смотрите, Андрюшечка, нет. Она ведь вышла из декретного отпуска раньше времени, потому что в семье появились финансовые трудности. Она вышла для того, чтобы помочь вам, да? Ну, помочь семье. Ну, я бы не сказал, что там прям совсем все плохо было. Ну, скажем так, чуть-чуть поменьше стало денег. Вот. И, наверное, из-за этого. Спортивный малый, худоват немножко. Симпатичный. Такая у него интересная внешность. А с кем вы пришли, кстати, девушки, глаза горят? Подруга Елена. А подруга Елена, у вас с ней, она бывшая ваша или настоящая сейчас? Нет, не то, не другое. Мы просто дружим. А как вы, кстати, относитесь к дружбе между мужчиной и женщиной? Не верю. Ну, конечно, не бывает. Я тоже не верю. Не бывает. Можно, можно, можно. Нет, ну все когда-то бывает в первый раз. Я ясность. В первый раз, конечно. Дело в том, что мы познакомились на работе у Андрея. И я влюбилась, ну, не в него, а в его детей, которых он тренирует. А давайте мы на этих детей посмотрим. Может, мы тоже влюбимся. Вот таким образом здесь и рождаются самые настоящие доночные мужчины. Специально для... Белого! Андрюк. Да. Ну, вы парень-то видный, правда? Спасибо. И как такому видному парню могла ваша жена изменять? А с чего вы взяли? Сечку держали? Ну, она же как-то там вдруг стала мутеть что-то на работе. А с чего тогда развелись-то? Что она будет приходить, вовремя приходила. Я скажу так, значит, виноваты всегда оба. Кто-то больше, кто-то меньше. Обычно так мужчины говорят, если боятся, что жена, посмотрев программу, скажет, вот тебе они детей, козел. Поэтому вы все своих жен выгораживаете. А женщина, если боится, что муж перестанет давать деньги, тоже говорит, ничего, что он мне 42 раза изменил, бил меня, правда, один раз чуть не убил табуреткой. Хороший человек. Потому что он богатый. Сама виновата. Сама виновата. Да, да, да. Зови вы, уйдет он от вас. Да, Андрюс, ну, конечно. Не, я не знаю, свечку не держал. Ну, возможно, не исключено. А развелись с чего? Характерми не сошли. Да нет, они и женились-то по залету. Она ему с горячими глазами в истерике сказала, Андрюх, глянь, две полоски. Он решил пошутить, говорит, хочешь третью нарисую. Ну, неправда, неправда, нормально. У нас была вот такая любовь. Мы по любви женились. Ну, да. Куда делась-то? Никуда не делась. Как-то переварилась. Ребеночка одного только родили? Да. Мы, да. А кто первый заговорил о разводе? Честно, не помню. Наверное, я. А с ребенком общаетесь? Регулярно, постоянно. Этот персонаж, этот жених пока нравится больше. Ты знаешь, мне кажется, он мелковат. Он хотя бы не психолог. А что у нас за душой есть? Видишь, у нас какие? Пожелания. А что вы бы хотели? Мне, да мне вообще ничего не надо. Ей бы вот такого пацана, как вы в швейле бы садили. Она все остальное сама купит. Заверните нам в виллу. Пакет молока, да. Что бы вы хотели? А что у вас есть? Между виллой и пакетом молока с батоном. О, стабильность. 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 Финансовая стабильность. Он занимается... Стабильность, занимается очень хорошим делом. Дети, картинг, да, вы тренер. Стабильная зарплата какая-то там в пределах среднего достатка. Квартира есть? Снимаете? Арендуемая. А? Арендуемая. Это, снимаете. Ну, вы даже не оставили. Она же должна быть с кем-то. Ну, действительно, да. Или вы москвич? Нет, я не москвич. А вы откуда сами? С Урала. А откуда? Это уж с Урала. С земляки. А не знаете такое место, где юг, в Урале? Стерлитамак. Я там родился. Говорят, где родился, там пригодился. Но это не про нас. Скажите, пожалуйста, не будет вас угнетать, если Вера предложит вам жить у нее? Нет. Нет, да? А меня не будет угнетать, если вы выберете из двух оставшихся бонусов. Скелет в шкафу и семейная традиция. Скелет в шкафу? Ну, винтуйтесь. Скелет в шкафу. Встреча с бывшей женой. Какой же это скелет? Нормальное явление. У нас общий ребенок и нормально общаемся. А потом, говоря с бывшими, это неизмена. Прощальный, прощальный. Это прощальный. Каждый раз он будет прощальным. Прощальный секс. Это мы так. Но ребенок вам родственника, жена бывшая, нет? Нет, просто дружим общаемся. У нее их два бывших. Два ребенка, два бывших. Вот, пожалуйста, Аня. Два, один счет, да. Законический скелет. Она вышла замуж? Да. Муж ее не против общения с вами? Нет, нормально. Ну, то есть у вас теплые дружеские отношения? Совершенно верно, да. А я не вижу здесь ничего такого сверхъестественного. Ребенку восемь. Нет, вы не видите, а женщины видят, потому что женщины, самки и собственницы в основном. Покажете сюрприз? Да, покажем. Пожалуйста. Опять. Помощь потребуется. Сейчас это. Дубль, шлем. Шлем, шлем. Шлем, шлем. Для сюрприза нам вот, да, сейчас девайсы некоторые вынесут. Вот. И потребуется твоя помощь. Ну. О. Ага, спасибо. Аппликация, что ли, делается? Нет, это не аппликация, это оригами. Ей надо сразу деньгами приходить, понимаешь? Вот из денег ей надо оригами. Чемодан, чемодан открывать, мой сюрприз. Поехали. Ей оригами из денег. Ой, дай я пойду гляну, что он там, где он. Что делаешь, да? Он из салфетки. Он из салфетки. Он из салфетки. Он из салфетки. На самом деле это все правильно, это желание. А что это делаешь? Нет, не скажу. Кораблик? Как что значит не скажу? Что вы делаете? Сейчас все покораю. Давай, пепки. Не, не, ты давай рассказывай, что ты делаешь. Вот я умею делать кораблик. Я понимаю. А ты что умеешь? Самолетик. Это вот сейчас что, крылышки делаешь? Нет, это голова. У самолета? Или ты жабу делаешь, наверное, зеленую? Нет, это не жаба, это... Царевна-лягушку. Завечка. Или шапочка. Я тебе самолетик. Подожди. Это загорают, знаете, в этих, как они? А, я тебе шапочка. О, о, о. А ты че? Пилотка. Это, девочки, пилотка. Это будет... Ну, жаба, я же говорю, жаба. Нет, это самый журавлик. Журавлик, правильно, да. Журавлик. Так, Вера, журавлик тебе. Сейчас, одну секунду, еще маленький девайс. Да. Спасибо большое. С сюрпризами сегодня. Значит, суть такова, то, что залазишь на Останкинскую башню, загадываешь изо всех сил желание, делаешь вот так, и он летит. Круто. Ой, спасибо. Ужас. Я бы послала бы его с этим журавлем. Спасибо вам, ребят. Проходите. Девочка. О, о, о. Ни в чем себе не отказываю, детка. Ну как? Хорошая девочка, правда? Но маме ты не понравился. Мне кажется, он хороший парень. Да. Нет, он парень-то хороший. Плохой. Да. Вот сразу видно, козырок заинтересовался сильным знаком. Цветочек с журавликом нет. Нет, нет, о Вере он не понравился, она его так обхохотала. Я вам хочу сказать, Андрей из тех мужчин, который один не будет точно, потому что он с возрастом будет только набирать, он очень манкий. И есть женщины, которые понимают, что с собой ничего туда не заберешь, а жизнь, она короткая такая. Поэтому надо здесь и сейчас, я думаю, что от него будут рождаться прекрасные здоровые дети. Он будет знать, как их занять. И поверьте мне, этого уже много. А вообще девушка понравилась? Нормальная. Мне очень понравилась, она такая зажигалка. Материальное состояние, оно, как известно, приходит и уходит. А этот человек в любой ситуации способен выдернуть из проблем и взять на себя ответственность. Как это ценно в семье? Счет в банке-то, он верунчик-то, она же мечтает об этом. Он вполне может заработать. Когда-нибудь, а нужно здесь и сейчас. Нет, я об этом не мечтаю. А сколько бы было неплохо на счету иметь? Вот просто мне, ну в рублях. В рублях? Да, вот вас бы обрадовало. 10 миллионов рублей меня бы обрадовало. Спасибо. Чтобы на счету лежали. Да, ну крутились там себе. Сюда, туда, сюда. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов. Любое время по телефону 0736. Пока реклама. У нас еще есть один жених. Да? Ходите и познакомьтесь. Здравствуй, Вера. Меня зовут Алексей. Очень приятно. Я, посмотрев за кулисами на ваш разговор, понял, что не так сильно зациклен на деньгах. И хочу переубедить тебя тоже в этом. Сказать, что деньги – это не самое главное. Хотя сказать, что я нищеброд тоже это сказать нельзя. Это цветы тебе. Спасибо. Алексей. 35 лет. Инженер в жилищно-коммунальной структуре. Мечтает создать идеальную семью и побывать на Байкале. Признается, что не умеет ждать. На протяжении 7 лет Алексей делил свою возлюбленную еще с двумя мужчинами. И все это время надеялся стать для нее единственным. Уверен, что Вера станет его спасением от несчастной любви. Здравствуйте. Можно сразу начать с цветов. Значит, даже не знаю, с кого. Я бы хотел залу тоже вручить цветы. Друзья, помогите, а? Так, чтобы купить всех. Давайте. А вы сразу прямо всем нам, чтобы по-моему разникать. А мы будем получать. Вам можно? Ах, ты. Прекрасные цветы. Спасибо вам. Свежие, свежайшие просто. Свежайшие. Это вам? Я так думал, что мама здесь главная самая. Все еще это я. Это все тоже пыль в глаза. Знаем мы эти приемы. И еще у меня сразу просьба, и потом уже перейдем к беседе. Лариса Андреевна, не могли бы мне... А можно без отчества, пожалуйста, просто Лариса? Я просто волнуюсь, правда. Не волнуйтесь, просто вот Лариса и все. Лариса, можно мне подарить цветы мои любимые? Желтые тюльпаны. Великолепная артриса. Мне еще раз? Нет, нет, чтобы вы мне подарили. А вы еще селфи сделаем? Так. Дорогой Леша, вы прекрасны. Я вам от всего сердца дарю вот эти желтые весенние тюльпаны. И хочу, чтобы в вашей душе всегда была весна и лето. Вечно ваша, Лара. Спасибо большое. Я действительно обожаю желтые тюльпаны, и я обожаю вас. Спасибо большое. А скажите, у вас так во всем, да? В смысле? Ну, так цветы вот так. Да, цветы дарю всем. Вот, допустим, день рождения у друга, маме обязательно цветы его. Москвич? Да. Воспитанный, правильный парень. Нет, ну хотелось бы, конечно, внешне чего-то поинтереснее, честно говоря. Еще раз такая тема у нас пошла, он так готовился к нашей программе. Давайте он еще и видео подготовил. Прямо сразу. Пускай быстрее. Ну, давай. Здравствуйте, уважаемые гости, зрители студии. Сегодня неделя до съемок. Я постараюсь показать вам каждый свой день. Сегодня я был на субботнике. Алексей Петренко специально для «Давай поженимся». Четыре дня до съемок. Лариса Андреевна, привет вам из киноклуба «Эйдар». Спасибо за замечательный фильм. Алексей Петренко специально для «Давай поженимся». Вера, хороший парень пропадает. Не упусти момент. Полностью согласен с предыдущими ораторами. Два дня до съемок. Он креативный, но он явно пришел, по-моему, не к Вере, а к Ларисе. Пришел пропиариться. Алексей, давайте к вашей жизни. Вот когда женщина не может выбрать между двумя мужчинами, я понимаю. А когда нам морочат голову троим, то это уже называется таким неприличным словом, которое даже я не могу произнести на Первом канале. Она была девушкой вашего друга. Да. Мы познакомились, если вкратце расскажу, могу рассказать историю. Познакомились, когда мне было 20 лет. Изначально дружили с ее молодым человеком. Она была как, так сказать, предаточное звено, просто девушка друга. И через некоторое время она мне предложила, так сказать, что называется на молодежном языке, замутить. Да? И это по-живому-то... Парни. Да. Парни. Я почему-то... Повелся. На эту авантюру повелся. 20 лет. Замутил без всяческих чувств. Просто, видимо... Мало того, вам даже... Я тоже скажу на Первом канале, ради секса. Мало того, секс вас никак не вдохновил на дальнейшие отношения. Он был никаким, поэтому... Даже это на вас не произвел впечатлений. Ну, как-то потому, что мне кажется... Ну, потом втянулся, засосала. Сексом надо заниматься по любви, поэтому, наверное, не понравилось. Ну, у вас все-таки любовь потом пришла к ней в процессе. Потом пришла, да еще какая. Вот она взяла его, предложила замутить, и он покорный, как теленочек, пошел за ней. Леш, как долго длились эти ваши высокие отношения? Где-то лет семь, так ли иначе. Мы сходились, расходились... То есть, она такая Лили Брик была сначала, да, между вами? Да. А потом она и вовсе нашла третьего. Да, и сейчас, по-моему, живет с ним дети, по-моему. А сначала вы дружили втроем и знали все друг про друга. Да. Знали, но при этом как-то скрывали. Очень вот такая ситуация, собственно, да, нет, просто заморочила голову троим друзьям. Это все, это настолько распространено. Понимаете, ну, это надо уметь. Она же завлекала... У нас были не только, что называется, постельные сцены, да, мы о чем-то между постелью разговаривали, и мне это очень нравилось. Видно, что у нее есть боль, незавершенные отношения, и вот когда о них идет разговор, то у него вот поднимаются эти эмоции. Алексей, вы признаете, что у вас периодически меняется настроение. Правильно я поняла? А как это вот выглядит, вот к чему невесте готовится, и как часто это у вас происходит? Настроение у меня может меняться от... под удовольствием легкого... Ну и быстро все проходит. Да. Через секунду. Я сейчас смеюсь, через секунду могу заплакать, правда. А справочка о полном... От психолога. Да, есть ли у вас? А у нас Максим же здесь. Да, да, да. Максима в студию. Максима в студию. Я на полном серьезе говорю. Нет, у меня почему-то вы так застрели на этом... Ну, просто... Как сказал, так и застрелил. Я действительно, как это, что называется, тонкой, наверное, душевной организацией. Вот в чем дело. Ой, я не могу. Девочки, покажите зубы. Скажите, пожалуйста, вы с кем живете? С родителями? С родителями. У меня был опыт проживания отдельного. Он был недолгим. Я не могу один долго находиться. То есть, первые... Страшно. Первые два месяца как-то у меня кайф был. Лёш... Я, наконец-то, в 35 лет, извините, вырвался от родителей. Потом мне стало скучно. Я... Ну, приходишь один... Лёш, ну, в 35 в детской спать это уже не гоже. Ну, надо одному. Я согласен, поэтому я пришел к вам. Да, уходите из дома, во-первых, хоть в коммуналку съемную, но из дома нужно... Ларис, иначе... Ну, что бы мне... Ну, что бы мне... Ни в коем случае ни одному. А что бы не было скучно, приходите на наш сайт двоеточка ТВ. Лёш, у вас остался один бонус семейной традиции. Да. Поделитесь, пожалуйста, что за традиция. Ну, традиция... О, вот она, традиция. У меня это был журнальчик. Человек, я очень сентиментальный и люблю оглядываться назад и живу в основном в прошлом, что нельзя делать. Но у меня так получается. И вот здесь вот 20 лет меня. Здесь всякие билеты, куда я ходил, какие-то дипломы, которые мне вручали. А часто пересматриваете? Где-то я встретил артистов с артистами, фотографии, где-то автографы, билеты на транспорт от 2000 года, допустим. Да всё, что попало. Как круто. Всё, что попало. но детям это будет интересно, я думаю. Вот то, что мне друзья писали 20 лет назад где-то на бумажке, где-то на пати, так сказать. Я убираю тебя. Всё это у меня хранится, я могу им предъявить, что было написано имя 20 лет назад. Как это мило. Не может такого быть, ты понимаешь. Это нужно быть совсем вот долбанутым. Это, наверное, тонкий, душевный, вот этот организованный юмор такой. А можно я альбомчик посмотрю? А сюда возьми, а вы пока покажите сюрприз. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так что я здесь не один. В летнем парке АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ромашки, чтобы покорить танцы. Это ужасно, это ужасно. Нет, Вера, Вера умная девушка, она, естественно, его не выберет. Ночь луны, яркий свет, лишь тебя со мною нет. Мама хорошая какая, да? Вроде-то рядом друг Вадим. Так что, я имею в виду, есть разница посмотреть по телевизору или рядом находиться. Так что я здесь не один. Браво! 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 Мама выбрала его. Ну, браво! Хорошо, весело, так сказать. Спасибо, Леша, проходите в свою комнату. Карни, а вы что здесь делите? Забирайте альбомчик и дышите. Машите на меня. Машите на меня. Машите на меня. Машите на меня. Бабе-мане, можно верить? На вас было смотреть очень приятно. А как вас внуки называют? Бабушкой. Бабушкой? Закрутил, закрутил, мать, закрутил, закрутил тебя. Завертел, закрутил, но цветы. Во-первых, цветы. Во-вторых, москвич. Все вот, знаете, я сама-то лимита, поэтому вот я москвичей настоящих именно так и представляла всегда. Вот даже это отношение. Я когда прочитала историю, ничего не выбрасывает, все хоронит. Думаю, какой-то сейчас придет помощник. Нет, а это так замечательно, пока вы пели, мы посмотрели этот альбом. Это воспоминания. Что мы возьмем на тот свет? Воспоминания и впечатления от этой жизни. Понимаешь? И вот это вот в старости сидеть у печки или у камина, укрывшись пледом. Нет, Лариса, если это... И просматривать, и все, это калейдоскоп. Это замечательно. То есть, если это только альбом, это одно, а если это 25 печек и свечек... Ну, я не думаю. Нет, ну он же не похож на шизоида. Послушайте, он не похож на помоечного шизоида, правильно? Он абсолютно изменяемый, прекрасный, работающий, молодой мужчина. Ну, а потом нежадный. Что самое вот приятное. Смотрите, всем это приятно. Понимаете, поэтому, когда моя подружка говорит, он такой богатый, я говорю, что... И будет тебе давать 10 тысяч рублей в месяц. А другой, может быть, не такой богатый, но отдаст тебе все, что у него есть. Если сама не украдешь, то будет давать 10 тысяч рублей в месяц. Ну, да. А кто... Ну, в общем, я смотрю, Маша на вас, он не произвел впечатление. Ну... А вы что скажете, Верочка? Он такой мягкий, добрый, но... Ваш, не ваш? Да нет, конечно. Роза? Парень хороший, но неплохой. Ну, в Лешеньке, конечно, нужна другая девушка, которая в библиотеке сидит дольше. О, романтичная, да, такая. Да, вы... Для вас выбор между библиотекой и библиотеком. А, да, камка для него будет. Другое, конечно. Вы его задавите. Хороший мальчик. У меня, кстати, таких не такие невесты есть. В первую очередь хочу сказать, что ему нужно, чтобы было много разного в женщине, которую он выберет как брак или как партнер. То есть иногда его тянет то к женщинам постарше, то к тем, кто, наоборот, очень легкомысленный и молодой. Но в этом обязательно должен присутствовать элемент игры. То есть вот что он очень хочет от партнера, чтобы был элемент игры, театральности, театральные чувства, чтобы эмоции были на показ, чтобы они были яркие. Кого, Веря, из троих женихов рекомендуете? Я думаю, Андрея надо брать. Да, и мне тоже как-то кажется, что... Врутальный? Второй, второй Андрей, который спортивный, с ребенком, голос такой. Уверенный. Мне кажется, он, да. Больше подойдет. Ты сама выбирай. Я, конечно, могу посоветовать. Это советы, советы. Ну, это только мой совет. Так, выбирайте сама. Нам показалось, что вот как-то он больше. Ну да, из трех женихов я просто как бы ближе, действительно. Во-первых, у него есть ребенок, он знает, что это такое. А есть, почему он красавец. Представьте, у него у вас будут дети какие. Скучать не даст. Это я сразу сейчас памперсом опять представляю. Вы сами сказали, что вы хотите еще одно ребенок. Нет, 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 я хочу. Тебе понравилось, Вера? Да. А если она войдет, ты выйдешь с ней? Не исключено. Роза, а ты кого? Я Максима. Денег у нее поболее. Ну и памперсы. Ничего, как говорится, это. Поэтому Андрюх мне тоже понравился, но больше он не выйдет. А вот Максимушка очень даже. Понравилась тебе невеста Максим? Да, очень красивая девушка. Отлично. А выйдешь за ней, если она зайдет? Да. В трех претендентах есть много разного для вас. Конечно, Максим это человек семьи, он легко войдет в дом и всем будет другом. Что касается Андрея, это человек, который будет подчиняться с одной стороны, но с другой надежный очень, интересный очень человек. Третий претендент для вас, я так понимаю, ребенок, да? Потому что это близнец, не всегда козерог может его ухватить, не всегда может понять, но заставляет подчиниться. Что, собственно говоря, ему и надо от вас. У вас есть свое сердце, куда оно вас направит, туда и проходите. Мы вас поддержим в любом случае. Если женщина видит, что у Юрочки, Юрочка стал краснеть, а глаза у нее заливаются кровью, она должна тут же замолчать, а лучше стереться, наверное, и исчезнуть. Конечно, конечно, конечно. Не буди лихо, пока оно тихо, и вообще мужчину не надо раздражать. Я приглашаю всех выйти из комнаты и поддержать Веру. Там кто-то идет. О, привет. Будем дружить с домами. Еще раз неожиданно приятно. Будем дружить. У нас есть пара Вера и Андрей. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. Удачи. Я Дарья, мне 24 года. Так случилась жизнь, что работаю я в банке, но по позованию детский психолог. Поэтому все свое свободное время стараюсь уделять работе детьми. Ищу отзывчивого, доброго, позитивного человека. Маленькую зажигалку, такого же, как и я. Но если ты ешь из общей тарелки, я тебя покажу. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала.